Российская сборная по футболу провела свою первую тренировку на стадионе недалеко от Варшавы. Накануне команда прибыла в столицу Польши. В пятницу там стартует чемпионат Европы. Наших игроков встречали многочисленные болельщики. Поклонники футбола хотят, чтобы команда оправдала выбранный девиз «Играя с душой, борись до конца». Репортаж Антона Верницкого. Это первая после приезда в Польшу тренировка сборной России на Евро-2012. На небольшом стадионе в городке Сулиёвик, 20 километрах от Варшавы. По правилам УИФА тренировка открыта, на неё можно было приобрести билеты. Но ажиотаж вокруг сборной России, которая играет в одной группе с командой Польши, таков, что билеты достались не всем желающим. Я могу тебе дать вот такие билеты на тренировку польской команды, а ты мне дашь на тренировку российской команды. Если достану, тогда мы уже махнём. Тогда махнём, я могу организовать, нет проблем. Ещё накануне вечером сотни болельщиков окружили гостиницу, куда должен был подъехать автобус с футболистами сборной России. Наши прилетели на чемпионат одними из последних. Приезд российской сборной вызвал небывалый ажиотаж здесь, в Варшаве, столице Польши. Дело в том, что гостиница «Брестоль», где остановилась наша команда, находится на центральной туристической улице и буквально бок о бок с президентским дворцом. Сигналом, что сборная подъезжает, послужил вой сирен полицейских машин. Наши ехали под усиленной охраной. И смена флага Евросоюза над гостиницей на российский. Все служащие, начиная от парковщиков до горничных, переоделись в футболки с изображением оленького цветочка, символа российской команды на этом чемпионате Европы. Общаться после перелёта из Москвы никто из наших не пожелал. Лишь немногим польским болельщикам удалось в буквальном смысле на ходу взять несколько автографов. Как ожидается, фанаты из России приедут на чемпионат позже, ближе к его началу, 8 июня. При этом на российско-украинской границе уже готовятся к их массовому наплыву. Пограничный пост Белгородской области у села Нехатеевка. Здесь пришлось даже открыть колл-центр, сотрудники которого принимают звонки от тех, кто желает спланировать свою поездку на чемпионат Европы, на Украине и в Польше. Нововведение пограничников, предложение пересаживаться для поездки на матчи с личных автомобилей в автобусы, которые станут пропускать через границу по зелёному коридору без очереди. В среднем в день матча будет уходить порядка 35 автобусов. Это 1300-1500 пассажиров, болельщиков. Свой первый матч на чемпионате Европы российская сборная сыграет 8 июня с командой Чехии. При этом следует отметить, что Министерство внутренних дел России, пожалуй, впервые в истории обратилось к нашим болельщикам с просьбой вести себя достойно. Этот призыв был размещен на сайте Министерства. Надеемся, что наравне с различными фанатами, тифозой или торсидой, вы сумеете достойно поддержать наших футболистов и не уронить честь российского болельщика. Докажите всему миру, что в России умеют болеть страстно, самозабвенно, не нарушая при этом норм приличия и законодательства стран-организаторов. Продемонстрируйте не только креативность и изобретательность, но также достойное поведение, уважение к соперникам. С завтрашнего дня все тренировки сборной России считаются закрытыми. Насколько это возможно? Местные жители, которым не достались билеты на сегодняшнюю тренировку, хоть и издалека, но прекрасно видели все, что происходит на поле. Антон Верницкий, Павел Волконский, Анна Грудинина, Мария Торлупова. Первый канал. Польша. Чемпионат континента стартует в пятницу, 8 июня. Церемонию открытия. Первый матч показывает наш канал. Встречаются сборные Польши и Греции. Соперники команды России по группе А. Начало прямой трансляции из Варшавы в 19 часов 40 минут. Соперники команды России по группе А. 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 Соперники команды России по группе А.